Добрый день! Здравствуйте, дорогие трейдеры! Добро пожаловать в студию ИнстаФорекс ТВ! Вы смотрите экономические новости и с вами мы Екатерина Стихина и Анна Касаткина. Вы смотрите обзор валютного и товарного рынков за прошедшую неделю. Какие валюты оказались сильнее на прошлой неделе? Доллар США находился в узком диапазоне в пятницу. Американский доллар в пятницу торговался в диапазоне безубыточности, поскольку трейдеры оценивали напряженность по торговым вопросам между США и Китаем. Индекс доллара США находился на отметке 94,746. Показатель изменился незначительно, но стремился к завершению недели с повышением на 1,3% после ралли в четверг, которая прибавила к стоимости индекса более 1%. Беспокойства вокруг возможной торговой войны присутствуют на фоне разницы в процентных ставках центробанков развитых стран, которая изменилась в пользу доллара США после того, как Федеральная резервная система в среду повысила целевой диапазон процентной ставки по федеральным фондам до 1,75% . Между тем в четверг Европейский центральный банк заявил, что оставит процентную ставку на прежнем уровне как минимум до лета 2019 года. Это значительно укрепило американскую валюту в четверг и привело евро к максимальному внутридневному падению за последние два года. За неделю единая валюта показала снижение на 1,4%. Это максимальное недельное падение валюты за последние четыре недели. В пятницу евро торговался на отметке 1,16,12 цента. Это все о текущих тенденциях на рынке Форекс. А какие тренды преобладали во время торгов нефтью и золотом? Цены на нефть завершили неделю снижением, так как трейдеры ожидали повышения объема добычи на мировом рынке. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе рухнули до минимального уровня со 2 мая до отметки в 73,44 доллара за баррель на лондонской бирже. За неделю контракты потеряли в стоимости 4%. Между тем, июльские контракты на нефть WTI завершили торги на отметке 65,06 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Это минимальный уровень закрытия 6 июня. За неделю фьючерсы просели приблизительно на 1%. В то же время цена на золото упала в пятницу, достигнув самого низкого уровня за этот год. Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в августе на бирже Comix снизилась на 25,70 доллара за тройскую унцию. Таким образом, котировка на драгоценный металл приблизилась к внутридневному минимуму в 1,281,10 доллара. Это самая низкая отметка с 25 декабря. Екатерина, спасибо за обзор товарного рынка. Вы смотрели недельный обзор рынка Форекс и товарного рынка, подготовленный для вас командой ИнстаФорекс ТВ и представленный вам Анной Касаткиной и Екатериной с Тихиной. Удачи, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова